Бизнес потеряли. Я сюда приехал, честно скажу, помимо визы и всего остального, у меня в кармане было 150 евро. Польши русских не любят. Любой человек задумывается о будущем. Будущее это наши дети. Не понимаю, потому что я из России. У него такое лицо сразу. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. На самом деле, психологически работа очень напряженная. Нет у вас отпуска, нет больничных. Я эти деньги всегда, можно сказать, выбивал. Кидал и у нас, так и они существуют, естественно, в любом другом месте. Решение было мое такое, что надо ехать в Польшу. Я работаю на городском автобусе. У нас, в принципе, зарплаты годовых даже нет. Всем привет, с вами Виталий. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео вы увидите интервью с моим подписчиком, гражданином России. Его зовут Стас. Он приехал в Польшу, в город Вроцлав. Устроился водителем городского автобуса, то есть общественный транспорт. Это желто-красные автобусы. У нас тут ездят большие. Есть гармошки, есть не гармошки. Он расскажет о своей истории, о том, как ему это удалось, через что он прошел. Россиянам сложнее. Мало информации в интернете, в основном, про украинцев. Больше есть роликов. Также мы сделаем обязательно вторую серию со Стасом, где он покажет весь автобус изнутри и снаружи, водительское место, кнопочки, клавиши, всякие нюансы о том, как они водят автобус, чем они занимаются, кроме вождения. Как они встречают, например, людей на остановках с ограниченными возможностями, как они им помогают входить, въезжать, например, если человек на коляске. Как опускается автобус, как открывается специальное устройство. И водитель должен это помогать делать, чтобы завести такого человека, например, и как его прикрепить, привязать. Будет очень интересное видео. Мне было лично интересно, поэтому не пропустите следующее видео также. А мы начинаем. Погнали. Расскажи о себе. Откуда ты? Я из России. Город Пятигорск. Это Ставропольский край. Ну, Кавказ. Сейчас, в данный момент, я приехал в Польшу работать конкретно в город Вроцлав. Как у меня это получилось, я думаю, многих это заинтересует. Я постараюсь все абсолютно рассказать вам, то есть, каким образом все это произошло, как я до этого дошел. Я, получается, работал, получил я два высших образования. То есть, я закончил Новочеркасский политехнический университет, закончил МАДИ, Московский автодорожный институт. Но, к сожалению, ни по одной из профессий я работать, собственно говоря, не мог и не хотел, потому что, ну, как оказалось, это не мое. Работал я в молодости в своей, в автошколе, автоинструктором. Каких категорий? Б-категория. Б-категория, то есть, я обучал именно начальный уровень такой. И, соответственно, был такой момент, когда мой родной дядь ко мне сказал, ну, ты работаешь, работаешь, ну, собственно говоря, есть у тебя возможность, в этот момент ты учись и открывай себе категории. Потому что лишним не будут они. И я, как бы, услышал его совет и потихоньку учил билеты. Ну, соответственно, сдавал категории, открыл все категории. Вот, в течение, наверное, 4-5 лет я открыл все категории себе. Ну, и просто-напросто, как бы, рад был, что у меня в правах есть все категории. Затем, когда я ушел с автошколы, занялись своим бизнесом, было все хорошо, было все замечательно, хватало денег на все. Вот, у меня семья, у меня сейчас трое детей уже. Вот, потом ситуация такая случилась, что не от меня, кажется, зависящее. То есть, кризис, доллар скаканул и так далее. В общем, бизнес я потерял. Это в каком году было? Это 2014, то есть, вот, как раз все эти моменты, все эти события, всем известные. Вот, бизнес потеряли, денег, естественно, катастрофически стало не хватать. Соответственно, надо было как-то менять формат, то есть, искать заработок. Нужно было обеспечивать семью. На тот момент у меня уже было двое детей. Вот, самый ближайший, можно сказать, такой вариант, непростой, но ближайший, именно заработать более-менее неплохую сумму денег, это пойти в дальнобойщики. Соответственно, я этой возможностью воспользовался. Я работал сначала начальников, потом пошел в большую крупную фирму. Перебью дальнобойщикам в России или в Европу? Нет, дальнобойщикам в России. То есть, именно в России я работал на большой крупной фирме. Вот, два с половиной года я в них отработал. Но, пришлось от них уйти, так как, ну, многие меня поймут, очень много у нас, несмотря на то, что фирма большая, очень много нюансов, связанных с выплатой зарплаты. То есть, когда ты работаешь, все хорошо. Как дело, доходят до зарплаты, начинаются какие-то вычеты. И они доходили до 50% моей зарплаты. Ну, соответственно, я эти деньги всегда, можно сказать, выбивал, возвращал. Но это очень тяжело, помимо того, что ты работаешь по два-три месяца, не видишь семью. И, когда приезжаешь, еще пытаешься тебя, собственно говоря, кинуть. Вот. Мне это надоело. И первый тогда такой мой выезд был в Европу. Я нашел по интернету фирму литовскую. Договорился, все, они мне прислали приглашение, я получил визу на год и выехал в Европу. В Европе я отработал недолго, но я посмотрел все страны. Я перемещался, интересно было, общался с людьми. Уровень английского языка у меня не супер высокий, но он есть. Мне хватало для работы спокойно объясниться. Вот. И когда я уже побывал в Европе, я посмотрел, что любой человек задумывается о будущем. Будущее – это наши дети, в принципе. Это как бы естественно. Я подумал, что я смогу сейчас дать детям в России, что я могу дать, допустим, в любой другой стране. И пришел к выводу, что мне нужно будет перемещаться в сторону Европы. Хотя бы по одной такой причине, что в России сейчас, допустим, моей дочери старше 15 лет. Чтобы ее отучить в России, я не знаю, что мне нужно делать и сколько нужно работать, чтобы оплатить обучение хотя бы за год. Потому что там, где она хочет учиться, это от 350 тысяч и выше. То есть у нас, в принципе, зарплат таких годовых даже нет. А это в год учебы, да? А это в год учебы, да. То есть очень большие суммы. И, в принципе, решение было мое такое, что надо ехать в Польшу. Несмотря на то, что у нас очень такая ведется, можно сказать, серьезная агитация, пропаганда. Ну и ходят слухи именно среди наших людей, что в Польше русских не любят и так далее. То есть я, конечно, сразу могу развеять этот миф, это все ерунда абсолютно. Люди есть хорошие, плохие везде, но поляки достаточно гостеприимные, хорошо относятся и, в принципе, с ними интересно. Вот. Я принял решение, что нужно переезжать в Европу, перевозить семью. Почему именно Польша, а не Литва или какая-то? Почему Польша? Ну, когда я был, то есть работал в Европе, я в Польшу просто проездом был. То есть я устроился в Литве, но поехал на машину, которая меня ждала в Германию. Но проезжала через Польшу. И мне просто понравился, не знаю, пейзажи, уклад, вот как-то все спокойно, так все равномерно. Ну, очень интересно. То есть в Европе, там Германия, Франция, все тоже красиво, замечательно. Там какая-то больше такая суета. Здесь вроде как все, не знаю, вот я увидел те поля, там с пшеницей, со всеми этими растениями красивейшими. И как бы мне захотелось вернуться обязательно в Польшу, побывать. Ну, а если с точки зрения экономической как бы части, да, то есть интерес такой, что в Польше, если правильно привести семью, правильно легализовать детей, то обучение абсолютно бесплатное. То есть что в высших учебных заведениях, что в школе, что в садике. То есть это опять же таки, если при правильном посещении Польши. То есть не просто как бы там прицепом привезти всех и пытаться что-то как-то спланировать, запланировать, куда-то что-то засунуть. А именно постепенно и правильно. Ну вот, собственно говоря, я опять, находясь в России, вернулся я в Россию, находился там и искал, соответственно, в интернете работу. Я перебрал очень много, конечно, разных приглашений, разных фирм, потому что в любом случае, как есть кидалы у нас, так и они существуют, естественно, в любом другом месте. Ты в России на польских сайтах искал работу? Да, да. Я искал работу и у меня также был вариант, да, идти на фуру опять же таки, но все моменты, связанные, допустим, с фурой из Польши, это в основном ездить опять же в Европу. То есть я понимаю, что если я сажусь на фуру, то документами, переездами и всеми такими моментами мне заниматься просто некогда будет. То есть я буду всегда работать, я буду в Европе, я буду далеко и смысла никакого-то в этом не будет. И наткнулся я вот на сайт, значит, Михалчевских, фирмы Михалчевских, вот, написал им, прислал документы свои, то, что у меня есть. Кстати, забыл еще сказать, что у меня опыт работы на автобусе по России был, я ездил на стареньких автобусах, ну, значит, трехосники, Вольво, с Пятигорска в Москву. То есть туда-обратно, это в районе 1200 километров выходило. Вот, то есть опыт у меня на автобусах был. Я написал все это, отправил документы, и они мной заинтересовались, заинтересовались и написали, что да, давайте адрес, мы вам будем высылать приглашение. Первое приглашение идет на полгода, но, опять же, не знаю, с чем это связано, но приглашение шло до меня, ну, пока оно делалось, по-моему, 50 дней и так далее. Ну, в общем, у меня осталось три месяца, тогда, когда я получил приглашение. Так, хорошо. Да, поехал в Москву, отдал все документы на визу, и вот приехал я сейчас 15 января сюда, первый раз, и, собственно говоря, вот 19 апреля я должен уже выезжать за следующей визой, воевутской уже на год. Опять же, получается, приехал я здесь, устроился, все мне понравилось, фирма действительно оказалась хорошей, так как все рассказывали, так оно и есть. То есть, никаких подводных камней я не встретил пока, но я надеюсь, что и не встречу. Также проживание тут есть на территории базы, в хостеле, очень хорошее. Ты живешь на территории автопарка сейчас? Да, на территории автопарка, здесь у нас есть хостел со всеми удобствами абсолютно, то есть, спокойно мы работаем, отдыхаем. Формат работы такой, что я работаю на городском автобусе, именно по городу Брослова. И моя задача только, как водителя, именно, возить, перевозить пассажиров. Никаким ремонтом, мойкой автобуса и ничем другим я не занимаюсь. Заполнение документов, перевозка пассажиров. Возвращаясь на базу, я просто оставляю автобус, его моют, чистят, проводят ТО, и, соответственно, я в следующий день, в следующую смену я выезжаю и работаю. То есть, я хотел спросить, как раз, вот эта фирма, на которой ты работаешь, это не государственная работа? Получается, я работаю, у меня приглашение по умову праце. Умову праце? Да, умову праце, да. И, как бы, соблюдение всех трудовых законодательств Республики Польша, оно именно здесь на высшем уровне. То есть, все медицинские расходы, страховка и так далее, оно все присутствует, все есть. Соответственно, также трудовой день у меня, я не работаю больше 10 часов. По закону Польши запрещено работать больше 10 часов. Поэтому у меня либо вторая, либо первая смена, но всегда я работаю 10, либо меньше, 9-8 часов. Были у меня предложения такие тоже, как бы, несколько, если я искал моментов, были приглашения тоже работать на Валбжих, недалеко здесь городишко есть. Там предлагали на спринтере возить пассажиров также во Врослых. Но там было умовозлицение, умовозлицение, если кто не знает, то это, как бы, трудовой договор, но он идет именно уже в формате того, что сам, там сказать, директор организации, он уже под каждого человека, он может составить определенный договор. То есть, он может, допустим, сказать, что будет работать 14 часов в сутки и нет у вас отпуска, нету больничных, нету никаких страховых каких-то выплат и так далее. То есть, собственно говоря, это вариант такой, как бы. Почему именно я искал полмового пранца? Потому что вся, как бы, интересная тема, это переезд в семью, именно переезд из России, перевести сюда детей, жену, для того, чтобы работать, учить язык и развиваться. Вот, еще, значит, интересная такая возможность для всех людей что-то поменять в жизни, как бы, стремиться к чему-то лучшему и так далее. Я сюда приехал, честно скажу, помимо визы и всего остального, у меня в кармане было 150 евро. То есть, я, как бы, так можно сказать, рискнул, ну, в принципе, я не прогадал. Я работаю, зарплата достойная, вот, в принципе, хватает абсолютно на все. Сколько в час? В час уже нет, выходит 20 злотых. Нет, на руки, да? Да, это на руки, получается. И через три месяца будет 21. Это вся зарплата официальная? Абсолютно, вся зарплата официальная. Проводится именно все 20 злотых, да? Все абсолютно, да. То есть, там, как там, немножко сделано так интересно, то есть, у тебя идет 17-18 злотых, но у тебя есть премия. То есть, за хорошую работу, за, ну, то есть, чтобы мотивировать людей, как бы, да, хорошо относиться к своей работе. То есть, есть какой-то мотивационный момент. И он помогает, и, в принципе, как бы, наказаний никаких, никому я не видел, в общем, люди все ответственные. То есть, штрафных вычетов нет? Нет, такого ничего нету. То есть, если ты, конечно, как бы, адекватный человек, да, то есть, без всяких, там, непонятных действий, то, ну, собственно, других и не возьмут. Потому что здесь, когда я приехал, мне пришлось сдавать психотесты, то есть, психологические тесты, там, по разным подтверждениям, допустим, прав и так далее. То есть, что ты умеешь. Права подтверждал? Ну, в том плане, что ты умеешь действительно ездить или нет. То есть, тебя, грубо говоря, посадят, там скажут, что ты как-то знаешь, хотя бы что-то. Потому что, если там кто-то, допустим, думает, что он там получил D-категорию, но, в принципе, не понимает, где руля, где колесо, как бы, то он сможет работать. Это совсем не так. Работа, на самом деле, не сказать, что она прямо сказочная и легкая, что человек садится, рулишь, просто там по сторонам смотришь и ничего не делаешь. Нет, на самом деле, психологически работа очень напряженная. Физически, да, ты практически не устаешь, но психологически она тяжелая тем, что пассажиры... Кто-то может спотыкнуться, кто-то задержаться, кто-то там что-то, какие-то моменты ты можешь там и дверьми прищемить, и еще что-то там. В общем, очень много разных нюансов. Плюс ко всему, автобус 19 метров. Улицы в Ауросове многие такие старые. Старый город там, действительно, и узкие улицы. То есть, надо быть внимательным, чтобы никого не придавить. Автобус не ударить, ну, и все связано в этом. Ты начинал со стажером или нет? Да, конечно. То есть, ты был стажером? Да, конечно. То есть, получается, когда я сдал все психотесты, то есть, посмотрели, что я адекватный, я нормальный человек, соответственно, допускают именно с поляками ездили, мы учили маршруты. То есть, помимо того, что ты учишь маршрут, по которому ты будешь ездить, ты должен четко знать, где остановки, где стоянки и так далее. По какому времени, ты еще и смотришь, как ведут автобус в той или иной ситуации. Потому что все-таки 19 метров, это длиннее фуры даже на 3 метра. То есть, это серьезно. И когда узкая улица, конечно, ты смотришь, как именно себя человек ведет, запоминаешь, и потом уже сам садишься и начинаешь ездить так, просто поляк рядом стоит и что-то подсказывает, какие-то нюансы. То есть, это в обязательном таком формате. Надо учить, надо узнавать. Чем больше маршрутов ты знаешь, тем, соответственно, проще работать. Потому что они все пересекаются, и Врослав выучить там за 2 недели, это тоже как бы кайф. То есть, хотите выучить Врослав, да, то приезжайте работать на автобусе. Потому что ты заезжаешь везде, где ни туристы, никто не бывает, и ты знаешь уже, там, тот магазин, там, это, там, кто. То есть, очень интересно. Скажи, ты упомянул еще хостел. Кто в нем живет и вычитает ли зарплату за проживание? Потому что, ну, кто живет? Много иностранцев русскоязычных, либо поляки с сел приезжают сюда на неделю или как? Да, ты правильно сказал. То есть, получается, здесь у нас, помимо того, что живут поляки, которые приезжают в сел, да, из других городов здесь работают, здесь еще есть русскоговорящие наши ребята, то есть, с Украины, с Белоруссии, которые работают. Их немного, конечно, по сравнению с поляками. Какой процент от общего количества? Где-то 10-15 максимум процентов от общего количества. А всего водителей сколько может быть примерно? Ну, я думаю, где-то в районе 150 человек, то есть, есть, которые подменные, то есть, которых не тревожат. Но если автобусов у нас 120, если я не ошибаюсь, то, как бы, соответственно, водители тоже должны быть и запасные и так далее. То есть, мало ли, что-то, как-то, кто-то не может выйти. А так, да, в основном работают поляки здесь. Ну, и наших ребят уже хватает. Какое отношение между поляками и русскоязычными? Ну, на самом деле, тут все зависит только, наверное, от того, как люди себя ведут, те, которые приехали. То есть, есть же такая поговорка, что чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. То есть, если человек, как бы, понимает, что он приехал здесь работать, он находится, в принципе, в чужой стране, да, несмотря на то, что он работает, платит налоги и так далее, он получает за это благи определенные. То есть, если человек, как бы, это понимает, поляки это видят, поляки видят удивительно, но они видят любое стремление, хорошие отношения, очень любят улыбаться, как бы, и первое время, я когда приехал, у нас в России-то особо не улыбаются. Вот, и мне многие такие, что типа, улыбнись, улыбнись, то есть, вот такие вот моменты. Хорошие отношения, то есть, если я же говорю, именно ты показываешь, что ты приехал работать, что ты нормальный, адекватный человек, что ты не безобразничаешь там, не проявляешь себя с плохой стороны, то отношения очень хорошие. Есть, конечно, да, поляки, которые думают, что я с Украины, допустим, если я знаю, что украинцам, белорусам более проще, наверное, на 50% проще понять поляка, что он говорит, чем русскому. Соответственно, я никогда не сталкивался с польским языком, и получается, что он для меня, как, ну, не знаю, немецкий звучит. То есть, мне начинают что-то говорить, и я, в принципе, поначалу, я ничего не понимал, ни слова. Вот сейчас, спустя два месяца, что по языку у тебя, ходишь ли ты на какие-то курсы, учишь ли ты сам, или ничего пока? Ну, вот сейчас я, получается, нет, я через интернет учусь, я записался на курсы, планирую в будущем, вот буквально, может быть, через несколько недель уже пойти именно на курсы, чтобы общаться вживую, с живыми людьми, и понимать, понимать стал я намного легче, то есть, именно такой формат, ты даже, я смотрел, там, польские фильмы, там, что-то, песни слушаешь, по радио едешь, слушаешь, как поляки по радио общаются, и много запоминаешь, много начинаешь понимать, и когда ты с тобой разговариваешь, то, в принципе, ну, 70% информации ты усваиваешь, что тебя хотят. Ну, есть, я же говорю, такие моменты тоже, интересные, у нас заправщик, один есть мужичок, такой возрасте, ну, он и русский, как бы, знает, но, поначалу, вот он мне что-то говорил, а я стою и, ну, не знаю, что ему ответить, потому что я не понимаю, что он от меня хочет, и он такой у меня по-русски, типа, да, не понимаешь, смеется, улыбается, то есть, так, я говорю, да, не понимаю, потому что я из России, и у него такое лицо сразу, а я думал, ты украинец, типа, то приказываешься, я говорю, да, мне тяжело просто-напросто, поначалу, ну, в общем-то, сейчас с этим дядькой в хороших отношениях, очень, всегда я подъезжаю, единственное, кстати, что мы делаем, это мы перед, после второй смены, мы заезжаем, вот у нас прям заправка здесь есть, авиа, мы подъезжаем, вставляем пистолет, заправляется автобус, вынимаем и заезжаем на территорию, то есть, это единственное, что вот мы делаем не в формате именно вождения автобуса, и сейчас с этим дядькой у меня хорошие отношения, то есть, он мне всегда там что-то по-русски скажет приветливое, либо же спросит там, когда побреешься, то есть, у него такой прикол, ну, как бы... Ты не сказал, за хостел вычитают или нет? Да, за хостел у нас вычитают 150 злотых в месяц, всего, всего, да, то есть... Самая низкая плата, которую я когда-либо слышал за хостел, 150 злотых? Да, 150 злотых и... Что у тебя, койко-место или комната? У меня комната, в комнате живут не более двух водителей, два водителя, у нас холодильник, у нас шкафы, у нас плита и так далее, то есть, у нас полные условия, у нас душевые кабины, у нас хвалет, то есть, условия просто шикарные. За эти 150 злотых, это, я считаю... Ты планируешь работать здесь дальше? Сейчас, да, я думаю, что и в ближайшем будущем, дело в том, что сейчас я буду заниматься документами, чтоб, опять-таки, как правильно сказал, что правильно перевести семью сюда, правильно все это оформить, чтоб они ходили в школу, в садик маленький, чтоб ходило. Нужно правильно, как бы, выбрать направление, соответственно, я здесь устроился, меня здесь все абсолютно устраивает и по зарплате, если кто-то скажет, там, да, там, 800-900 евро, это очень мало, но я хочу сказать такое, что важна, в принципе, покупательская способность, не зарплата, вот, многие ошибаются в этом. Да, зарплата, конечно, чем больше, тем интереснее, но, к примеру, там, в Монголии, там, можно получить несколько, там, миллионов каких-нибудь монгольских кубриков, но при этом не купить, там, булки хлеба, то есть, покупательская способность важна, потому что, если, допустим, вот, работая в Европе дальнобойщиками я получал, там, 1600-1700 евро, это считалось, да, это хорошие деньги, то в Европе на ту же самую еду, несмотря на то, что ты живешь в кабине, ты тратил, там, 300-400 евро, просто на еду, не считая того, что ты практически без связи находишься, потому что связь, как бы, тоже больших денег стоит, интернет и так далее, то есть, семью какие-то поддерживать связи очень тяжело, вот, то здесь, при тех же самых 800-900, там, допустим, евро, ты спокойно можешь себе абсолютно все позволить, то есть, и качественную, хорошую одежду, и обувь, и еду абсолютно любую, как бы, то есть, вот такие вот моменты, и это очень важно. Да, глупо, я хочу сказать, что, ну, не актуально, даже, можно сказать, не глупо, а не актуально, это, работая здесь, отправлять деньги в Россию, потому что, если подумать тех самых 700-800-900 евро, перевести их на рубли, и с нашими и инойшими ценами, там, это практически ничего, то есть, это, грубо говоря, на топливо, чтобы куда-то съездить, на еду, и все, то есть, еще один такой же, как момент, то есть, что семье, в принципе, этих денег здесь будет хватать достаточно для того, чтобы жить. Ну, а сейчас я буду заниматься документами, вот, их очень много, они очень важные, дело в том, что, чтобы получили дети визы, сюда, учебные, то есть, студенческие, там, то нужно, чтобы моя фирма, значит, в приглашении на воевудскую визу, которая уже готова, сейчас переделать и вписать в это приглашение моих 3 детей, то есть, получается, приглашение делается на меня и на детей, и с этим документом я уже в России буду подавать на польскую визу себе и детям, соответственно. А жене? А жене придется, то есть, тут зависит еще от того, что, сейчас я объясню немножко, зависит от зарплаты, которую ты получаешь, то есть, должна зарплата, тут польское правительство, оно, как бы, отслеживает, чтобы ты не привез, как бы, детей там, на тысячу злотых и чтобы они тут голодали, то есть, польское правительство отслеживает, хватает ли тебе денег обеспечивать тех людей, которые ты хочешь с собой привезти. Соответственно, как бы, на детей мне хватает, но на жену нет, но жена, поскольку она взрослая, она может приехать по рабочей визе так же, как я приехал, то есть, это не проблема. Основная задача, это именно получить, легализовать детей, так сказать, но это не так все, как бы, сложно, но и не так все. Тебе работодатель готов на детей делать приглашения? Да, работодатель. Не каждый это согласится делать на детей, на троих. Да, 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 работодатель, как бы, ну, видит, что во мне, как бы, перспективу, да, можно сказать, что я буду работать, что я выполняю свои обязанности хорошо, соответственно, они не против того, чтобы мои дети поймут то, что было приглашение сделано на них, еще и моя страховка будет так же, они будут вписаны в мою страховку, то есть, они будут социально защищены уже от каких-то таких моментов. Моя задача просто сейчас получить это приглашение на себя, на детей, снять, найти и снять квартиру на долгосрочную аренду, именно этот документ тоже понадобится, то есть, официально. Потом, соответственно, ближайшая школа, садик к этой квартире, я должен пойти с директором поговорить о том, что они не против, что мои дети будут учиться. Тоже это заявление, значит, директор напишет, что не против. В садик, соответственно, что мелкий будет ходить, как бы, в садик. Это все нужно превратить к визе? Да, это все я должен собрать и обязательно свои доходы, то есть, в расчет банковский, сколько я получаю, я должен все это предоставить, буду в польское посольство в Москве, для того, чтобы они посмотрели, надо, стоит ли и возможно вообще мне дать визу детям, чтобы я их привез сюда легально. Потому что здесь, кстати, я думаю, что стоит об этом упомянуть, помимо того, что здесь для детей как бы созданы все блага, все условия, которым действительно прям... Ну, я лично поражаюсь тому, как вот относится к детям здесь. Обучение бесплатное, еще раз говорю, в вузах... Ты имеешь в виду в каких вузах бесплатно? В государственных. Вот здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, 22 учебных заведения, из них 11 это государственные. Даже для иностранцев бесплатно? Да, если ты правильно, вот опять же такой хороший момент, если ты правильно привезешь сюда свою семью. То есть, зависит от того, как ты завезешь сюда детей, легально, либо воссоединение семьи, или что-то как-то. То есть, насколько это все будет легально, сколько они здесь проучатся, в школе там и так далее, сколько они будут жить, и в каком ты статусе будешь находиться. Да. Соответственно, как бы, да, для иностранцев, даже если ты работаешь, вот опять же, по умовой прации, то есть, ты платишь налоги и так далее, пожалуйста, твои дети могут учиться бесплатно и никаких проблем абсолютно. С этим нету. Вот. И отношение, опять же таки, к детям, то есть, человек может выучиться, закончить школу, отучиться в институте и, помимо этого всего, тут есть всякие социальные блага для семьи, для большой семьи. Тут есть карта большой семьи называется, где до 37% идет скидка во многих магазинах, на жидкие перевозки, да, там, то есть, на полеты, на самолетах и так далее. Плюс ко всему, есть социальные выплаты по 500 злотых на человека, на ребенка до 18 лет. Есть еще, значит, если ты работаешь официально, вот как я, то тут прибавляется тебе в зависимости от количества детей дней к отпуску, и плюс ко всему еще меньше подоходный налог, то есть, возвращает подоходный налог и, соответственно, налоги меньше ты платишь за счет того, что ты, как бы, вот, у тебя большая семья. Вот такие вот моменты. Ну, я думаю, что, если будет это интересно твоим зрителям, то дальше можно будет все именно поэтапные какие-то моменты, которые я буду преодолевать, я буду рассказывать. От себя хотелось бы добавить, что спасибо Виталию большое за то, что он приехал, за то, что сняли мы это видео. Вот, ну и да, друзья, подписывайтесь на канал замечательного этого человека. Да, спасибо, что позвал и пригласил рассказать. Всего доброго. Просто безвозмездно. Да. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok